Дачи Бобровка и Мурат под снос не пойдут. Об этом сообщил Аким города Нурбул Нурсагатов на встрече с жителями дачных массивов. Кроме того, глава города сообщил, что сейчас решается вопрос электроснабжения и создается новый кооператив. Подробнее в следующем видеоматериале. Проблемные вопросы дачных массивов Бобровка и Мурат давно на устах горожан. Все началось с того, что прежние председатели кооператива выставляли завышенные тарифы на электроэнергию и взымали необоснованную плату за аренду электросетей. Возмущенные дачники, долгие судебные тяжбы, прекращение деятельности кооперативов. Казалось бы, проблема решена. Но на недавней презентации генерального плана города дачники узнали, что на месте их владения будут построены многоэтажные дома. На встрече с жителями Аким города разъяснил этот вопрос. «Генплан еще не утвердили. Будут еще слушания. Если мы начнем снос дач и построим там многоэтажные дома, то вам будет сложно с оформлением документов. Поэтому мы решили приостановить это дело. Но вы должны продолжить оформление документов на свое имущество. Мы в этом плане идем к вам навстречу». На сегодняшний день решаются и вопросы электроснабжения. Уже разработана проектно-сметная документация. Работы будет проводить Алматинская подрядная организация. Всего для решения вопроса электроэнергии потребуется около 3 миллиардов тенге. «На сегодняшний день 240 миллионов тенге уже выделено. Уже мы закупились. Все столбы уже начнут работать. Но вы поймите, это сумма. То есть там есть и все трансформаторные подстанции. Там надо увеличение делать с учетом увеличения нагрузок. Но так как у нас сейчас уже есть действующие трансформаторные подстанции, мы можем пока временно, самое главное, нам все эти подтянуть. Сейчас мы подсчеты ведем, это будет намного меньше». После того, как прежние кооперативы остановили свою работу, летние дачные участки остались без охраны. Поэтому дачники решили создать свой кооператив. «Прошло первое собрание. Собрали 350 человек. Летников – это только часть. На сегодняшний день регистрацию мы уже проводим. Получается, мы кооператив создаем. Естественно, каждый мог, чтобы благоустраивать вокруг своих дач. Естественно, контроль была, охрана была на зимний период». Несмотря на то, что вопрос в принципе решен, граждане, проживающие там круглый год, все еще надеются на то, что дачам дадут статус поселка. Также многие просят изменить назначение земли. Однако дачи не соответствуют пожарным, санитарным и строительным требованиям. Поэтому данная просьба невозможно, заключил Аким.